Музыка Сегодня в спортклубе Йодд проходит украинский турнир по подъему на бицепс, становой тяги и многоповторному жиму Йодд Фолайф. Это первый чемпионат для Харькова в этом сезоне. Спортсмены могут соревноваться в трех движениях, как в отдельных движениях пауэрлифтинга. Большое количество молодежи присутствует на соревнованиях. Федерация пауэрлифтинга Украины РАВ 100% заботится о том, чтобы спортсмены развивались, начиная с самого юного возраста, самому юному участнику 8 лет. И сегодня он уже стал чемпионом весовой категории до 48 кг в подъеме на бицепс. Также присутствует большое количество ветеранов, люди старше 40, самому старшему участнику 64 года. Хочу пригласить всех любителей железного спорта, спортсменов, зрителей на соревнования по пауэрлифтингу в сумме Трайборя и по жиму лёжа, которые состоятся 14 и 15 апреля в городе Харьков. Федерация пауэрлифтинга Я работаю в Балатлеевском центре детского творчества, веду тяжелую атлетику. У нас занимается много детей, 4 группы до 90 человек. Возрастные группы у нас от 8 до 21 года. Сегодня на соревнования я привез 7 человек команда. Самому вашему Гнатусин Антону 8 лет и самый старший Кривонос Константин 21. Также у нас много дебютантов в этот раз. У меня 3 дебютанта. Две девочки, Карина Митяева, 16 лет, и София Коропис, 18 лет. Сделали хороший показатель. Мы стараемся привлекать детей максимально к спорту, чтобы у них спорт развивался. Ихнее стремление. Вот они заработали первые медали. Также я хочу поблагодарить родителей, которые помогают деткам. Они их сюда подготавливают, приводят. С теми силами стараются развивать в детях спорта. Отдельно благодарность Петру Тищенко, Вице-президенту Федерации РАЗ 100% по пауэрлифтингу. Мы у него выступаем уже третий год. Не пропустили ни одного соревнования. Поэтому его федерация нам очень нравится. И мы регулярно только в ней выступаем. Большое спасибо ему за пропаганду спорта в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова